Всем привет! Сегодня мы приготовим пиццу за одну минуту, за один час и за один день. Поехали! Итак, на приготовление первой пиццы время пошло. Сковородку на плиту, в нее основу для пиццы и поливаем кетчупом. Пока корр нагревается, нарезаем докторскую колбасу. И раскладываем ее сверху на пиццу. Остается сверху натереть сыр. И накрыть крышкой. Ждем пока сыр расплавится и пицца за одну минуту готова. На вид она не очень аккуратная. Ну что ж, давайте ее нарежем. Пробуем. Пицца за одну минуту по вкусу, как самая стандартная пицца из столовки. В общем, так себе. Переходим ко второй пицце и на ее приготовление у нас уже есть целый час. Начинаем с теста. В чашу отправляем муку. Сахар. Соль. Сухие дрожжи. Перемешиваем сухую смесь. Вливаем теплую воду и перемешиваем лопаткой. После чего устанавливаем чашу в комбайн и подливаем оливковое масло. Также немного муки. И ставим вымешиваться. Комбайн вымешает тесто буквально минут за 10. Готово. Оставляем в той же чаше всходить. А пока приготовим соус. Основой будет томатная паста. Отправляем в сковородку 4 столовых ложки. Подливаем воду и размешиваем до более жидкого состояния. Подсыпаем сушеный базилик. Немного оливкового масла. Солим и перемешиваем в последний раз. На этом соус готов. У нас будет пицца маргарита, поэтому нарезаем помидорки черри. Итак, тесто уже взошло. И его нужно еще раз обмять. Отрываем кусок теста. Припыляем стол мукой. И раздавливаем этот комок теста. А скалкой уже раскатываем до нужного диаметра. Перекладываем пласт теста на противень. На него наш томатный соус. И равномерно его размазываем. Сверху натираем сыр. И выкладываем помидорки черри. Еще нам нужно немного оливкового масла. Им смазываем корочки, чтобы они потом были румяными. И отправляем в духовку. При 200 градусах. Режим вверх и низ. Ждем 15 минут и все. Пицца за час полностью готова. Давайте ее нарежем. Пробуем. Вот эта пицца уже гораздо вкуснее. Но все еще не прям вау. Давайте же приготовим самую долгую пиццу за целый день. Время пошло. Мы наконец-то достроили дровяную печь. Поэтому именно в ней мы приготовим нашу самую вкусную пиццу. Кстати, печь у нас не простая, а с коптильней. Ее мы сегодня тоже обязательно используем. Начнем с приготовления ветчины. Очищаем кусок говядины от пленок. Теперь берем стакан воды. Добавляем в него 3 чайных ложки тростникового сахара. И столько же соли. Перемешиваем, чтобы сахар и соль полностью растворились. Набираем этот рассол в шприц. И шприцуем мясо в разных местах. Готово. Отмеряем длину пакета и отрезаем нужный кусок. Одну из сторон запаиваем. И отправляем в пакет наш кусок мяса. Вакуумируем его. Оставляем ареноваться в таком виде в холодном месте на 5 часов. А пока сделаем итальянские колбаски. Для этого нужно два вида мяса. Говядина и свинина. С куска говядины срезаем все пленки. И нарезаем все мясо на куски поменьше. И прямо на маленькие кусочки. С помощью двух топориков делаем рубленый фарш. Это сложнее и дольше, чем просто перекрутить через мясорубку. Но структура именно рубленого фарша мне нравится больше. Готово. Отправляем в ступку смесь перцев. И измельчаем. Отправляем в фарш. Также паприка. Чили перец с хлопьями. Горчица в зернах. Фенхель отправляем в ступку. И тоже перетираем, чтобы он максимально раскрыл свой аромат. Тоже фарш. Хорошенько солим. Чеснок очищаем. Раздавливаем. И нарезаем. Тоже к фаршу. И руками хорошенько все это вымешиваем. Пока все специи и фарша не разойдутся. Перекладываем готовый фарш в мясорубку. Но не для того, чтобы его еще раз измельчить, а начинить колбаски. Нам нужна натуральная оболочка для колбасы. Натягиваем ее на насадку. И наполняем. Когда оболочка закончилась, завязываем ее. И перевязываем ниткой, чтобы колбаски были нормального размера. Вот сколько колбасок по итогу получилось. Подвешиваем их на железный пруд. И засовываем в коптильню. Открываем печь. Насыпаем в нее немного углей. Кладем сухой спирт и поджигаем его. Обкладываем углями и пусть разгорается. А когда разгорелось, сверху посыпаем щепой фруктовых деревьев. Эти щепки и будут давать дым. Прикрываем печь. И открываем заслонки, чтобы дым проходил через коптильню. Все, можно ее закрывать. Чуть позже мы насыпали щепу в железную миску. И ставили ее сверху на угли. Так щепа будет медленнее прогорать. Для соуса возьмем свежие помидоры. И сделаем на кожице крестовые надрезы. После чего пускаем их в кипяток. Буквально пару минут и кожицу с помидоров можно очень легко снять. Отправляем их в чашу. Сверху пучок базилика. И все это измельчаем погружным блендером. Очищаем крупную луковицу. И нарезаем ее мелким кубиком. Сковородку на плиту. Подливаем масло. И обжариваем лук. Выливаем в него нашу томатно-базиликовую смесь. И перемешиваем. Зубчики чеснока раздавливаем ножом. И крошим. Тоже в соус. Открываем. И достаем вяленые помидоры. Их тоже очень мелко нарезаем. Для цвета много паприки. Смесь итальянских трав. И замешиваем в соус. Обязательно солим. И кипятим еще пару минут. Все, на этом соус готов. Итак, мясо для ветчины уже промариновалось. Поэтому достаем его. Засыпаем в ступку красный перец. Перемалываем его. Добавляем сухую горчицу. Травы. И больше всего кунжута. Весь этот набор специй перемешиваем ложкой. После чего обсыпаем кусок мяса. Так что вся эта смесь налипла со всех сторон. Отправляем мясо в духовку. На противень снизу подливаем воду. Чтоб кусок мяса не высох. И все оставляем в духовке. При 70 градусах на 6 часов. Давайте сделаем домашний сыр моцарелла. Выливаем 4 литра домашнего молока в кастрюлю. И нагреваем его до довольно горячего состояния. Начинаем постепенно добавлять уксус. В какой-то момент молоко разделится на сыворотку и сыр. Руками его собираем и выжимаем лишнюю жидкость. После чего подогреваем сыворотку до очень горячего состояния. Хорошенько ее солим. Когда она закипела возвращаем сыр. Наша задача нагревать его в горячей сыворотке и растягивать. Тем самым мы просолим сыр. И так сыр моцарелла практически готов. В холодную воду сбрасываем лед. И охлаждаем сыр. Вот теперь домашняя моцарелла полностью готова. Переходим к тесту. Выливаем теплую воду в миску. В нее же разламываем мокрые дрожжи. Также немного сахара. И муки. Все это замешиваем. И получившуюся опару оставляем в теплом месте всходить. А пока нарубим дров. Печь открываем. И складываем дрова колодцем. И разжигаем. Нам нужно хорошенько разогреть печь перед тем, как готовить пиццу. А пара уже поднялась. Поэтому добавляем в нее сливочное масло. И вмешиваем его. Постепенно добавляем муку. Вымешиваем тесто сначала лопаткой. А затем руками. Тесто готово. Оставляем в теплом месте, чтобы оно еще подошло. И подкидываем еще дров. Домашняя ветчина уже готова. Нарезаем ее. Колбаски хорошенько прокоптились и уже готовы. Их тоже нарезаем. Припыляем стол мукой. Отрываем нужное количество теста. Сначала растягиваем. А затем раскатываем скалкой. Выкладываем соус. И размазываем его. Выкладываем кусочки ветчины. Отчипываем пальцами наш сыр моцарелла. И раскладываем на пиццу. А на самый верх пойдут наши острые итальянские колбаски. Раздвигаем угли в печи. Винником сметаем пепел. Поддеваем пиццу лопаткой. И отправляем на горячие камни. В печи пицца готовится очень быстро. Поэтому буквально минуту и переворачиваем ее. Так как со стороны углей температура больше. Корочки уже надулись. А значит тесто пропеклось. Поднимаем пиццу на лопатки вверх. Там температура гораздо больше. Подержим ее так 20 секунд. И достаем. Все. Офигенная красивая пицца, которую мы готовили целый день, готова. Давайте ее нарежем. Пробуем. Пробуем. В общем, это прям уровень дорогой пиццерии. А если вы хотите, чтобы мы в этой печке приготовили пиццу за 100 часов, то ставьте на этом видео 200 тысяч лайков. Пишите в комментариях. Ванзай, приготовь пиццу за 100 часов. И я это сделаю. Всем пока.